Владимир, ну расскажите вообще, какие эмоции сейчас были в раздевалке? Что вы испытали? Весь спектр эмоций мы испытали из-за очарования за последний месяц. И, видимо, так должно было сложиться, что на последней минуте вырвать такую победу. Кто-то плакал, кто-то радовался. Испытали весь спектр эмоций. Видимо, за это и любим футбол. Вам показалось, может быть, что Ба уже эмоционально была как-то посвящена после победы своей над другином? И, может быть, за счет этого вы в том числе победы взяли? Да не могу сказать. Я не знаю, что у них в голове было, что в первой игре. Может, они думали, что они приехали доминировать и не ожидали от нас такой игры. К сожалению, после двух пенальти мы нашли себе силы и боролись дальше. Ну, в втором тайме Сирпа, наверное, на голову даже выше, чем Уфа. Сегодня имею в виду. Вообще не удивила такая пассивность? Уже, что Уфа удерживал скорее ничью в этом матче. Да я не могу сказать, что мы были наголо. По сути, у нас во втором тайме не было ни одного момента. Вот последнего, то, что Андрюха с левой ноги ударил, забил. До этого у нас момента, в принципе, не было. В первой игре, да, в втором тайме мы доминировали. Потом Аштейн счет уставил. В принципе, там, 2-0. Они как-то его держат. Но, опять же говорю, мы наберли ничью. И сегодня даже вот вышли побеждать, забили гол, но почему-то подсели. И, к счастью, мы их. Ну и получается, что в премьер-лигу попадаете на следующий сезон. Как считаете, состав команды, который сейчас в Фотобин уже будет бороться за что-то в премьер-лиге? Потому что в Арибургах всегда более или менее такой равноценный состав, который с ним вылетает. Ну, я не думаю, что мы будем бороться сразу за Европутки или там что-то еще. Но, конечно, во-первых, каждый будет показывать себя. И, желаемая ответственность как раз приведет вообще ответственности за результаты. И это не весь подостойный счет. Спасибо большое. Продолжение следует.